В чем секрет ведьмачьих мечей? О чем нам врут игры и почему сериал от Netflix каноничнее? Обо всем этом прямо сейчас. Вы на канале Найтмар. Поехали! По книжному канону у Геральта из Ривии было много разных мечей. Он лишался своих мечей по определенным обстоятельствам и им на замену приходили другие. В этом видео мы не будем касаться всех мечей, которые были у Геральта, мы рассмотрим лишь ведьмачьи мечи. Эти мечи он получил в Каэр Морхене. Вообще, как говорилось, в Каэр Морхене было много хорошего оружия. Однако хоть каким-то мечом ты должен обзавестись, резонно заметил Барт. И по мне как можно быстрее. Что же остается? Может… Лютик понизил голос. Осмотрелся. Может… Может Каэр Морхен? Там наверняка… Разумеется. Прервал Геральт, сжимая челюсти. А как же? Там все еще есть достаточно клинков. Полный выбор, включая серебряные. Но это далеко и нет почти ни дня без грозы и ливня. Реки поднялись, дороги размыло. Поездка заняла бы у меня около месяца. Таким образом, даже через много лет после того, как Каэр Морхен опустел, там все еще есть много хороших клинков. Отличные ведьмачьи стальные клинки. Серебряные клинки. Ну и разумеется, большое количество тренировочных мечей, которыми ведьмаки учились сражаться. Тренировочные мечи были, конечно же, попроще, чем крутые стальные и серебряные. Ведь они не были предназначены для охоты на монстров, они служили для обучения молодых ведьмаков искусству боя. Именно такой тренировочный меч вы можете видеть у меня. Его мне прислали из мастерской Добрый Клеймер, в которой вы можете найти не только тренировочные мечи, но и настоящие ведьмачьи мечи. Причем это не просто красивые копии для косплея, а это настоящие мечи, сделанные из качественной стали. Для боя в полную силу так, что будут лететь искры. Ими можно спокойно биться в полную силу на фестивалях, соревнованиях и разных турнирах по историческому бою. Ребята из мастерской могут сделать вам практически что угодно по индивидуальному заказу. Доставка происходит курьером по всей стране без предоплаты, то есть вы сначала можете убедиться в их качестве и потом оплатить. Ссылка на оружейную мастерскую Добрый Клеймер будет в описании и закрепленном комментарии. Что же по поводу ведьмачьих мечей? Подробнее всего ведьмачьи мечи описываются в книге Сезон Гросс, вышедшей уже после второй части игры. В этой же книге Геральт впервые носит за спиной сразу два меча. Но мы не знаем, подсмотрел ли Сапковский эту идею у разработчиков или изначально задумывал то же самое. Ведь не было точно известно, как Геральт носил мечи, когда у него не было платвы. Это нигде не описывалось. Геральт не шелохнулся. На спине он чувствовал знакомую тяжесть обоих своих мечей. Тяжесть, которой ему не хватало целый месяц. Которая обычно давала спокойствие и уверенность. Сегодня, в эту минуту, тяжесть была только тяжестью. Теперь давайте посмотрим, как ведьмачьи мечи описываются в книгах. Он знал, что это еще до того, как развязал ремешки и развернул войлок. Меч из сидоритовой стали. Общая длина 40,5 дюймов. Длина клинка 27,25. Вес 37 унций. Рукояти гарда выполнены просто, но элегантно. Второй меч такой же длины и веса. Серебряный. Частично, конечно. Чистое серебро слишком мягкое, чтобы его можно было хорошо заточить. На гарде и по всей длине клинка рунические знаки и символы. Языковеды Пирла Прата не смогли их прочесть, тем самым показав низкий уровень своих знаний. Древние руны образовывали надпись. Мой блеск разрежет тьму, мой свет развеет мрак. О чем же, собственно, нам врут игры? Обратим внимание на характеристики ведьмачьих мечей. Вес 37 унций. 37 унций – это 1 килограмм. Чтобы вы понимали, для примера, мой тренировочный полуторный меч весит 2 килограмма 200 грамм, что в два с лишним раза больше, чем ведьмачьи мечи. И, кстати, скажу вам, что этим мечом, который весит 2 с лишним килограмма, махать очень и очень непросто. Это на словах кажется, что 2 килограмма – это вообще немного, но если вы держите в руке шарик 2 килограмма какой-нибудь стальной, то да, это немного. У такого меча, как вы понимаете, немного другой центр тяжести, и по сути вы держите его за край. И это очень непросто. Да, конечно, для начинающих фехтовальщиков это наверняка нужно, чтобы укреплялись нужные мышцы, когда вы сражаетесь с таким тяжелым мечом, чтобы потом, взяв более легкий, вам было прям суперлегко и ваши движения были молниеносными. Но это реально нелегко, говорю вам как человек, который сам недавно это потестил. Давайте разбираться дальше. Общая длина ведьмачьего меча – 40,5 дюймов. Длина клинка – 27,25. Получается, что общая длина примерно 103 сантиметра, а длина клинка примерно 69 сантиметров. То есть, получается, что ведьмачьи мечи по книжному канону не были полноценными полуторниками. По размеру клинка они больше похожи на одноручные мечи. Но из книжных габаритов следует, что рукоять такого меча около 30 сантиметров. А это значит, что скорее это меч-бастард. Именно у таких мечей рукоять может быть больше 20 сантиметров, чтобы можно было уместить вторую руку. Часто понятия полуторный меч и бастард объединяют, но чтобы было понятно, проще разделить так. Бастард может обладать клинком одноручного меча около 80 сантиметров, но рукоятью, позволяющий ухватиться двумя руками, иногда частично заходя на навершие. Полуторниками в полном смысле обычно называют мечи с клинком 90 сантиметров и рукоятью по две полные ладони. Но в целом понятия меч-бастард довольно плавающие. Так вот в играх показаны точно не одноручные мечи и не бастарды, а полуторники с полным двуручным хватом. И даже если сопоставить их длину и рост героев, то видно, что их длина не менее метра и двадцати сантиметров. И вес таких мечей начинается уже от килограмма и шестисот грамм, а в тренировочных исполнениях достигает и более двух килограмм, как например мой тренировочный меч, как я уже говорил. К чему я вообще все это развел и уже полчаса рассказываю вам про характеристики? В играх мы точно видим мечи большего размера. И внимание! В сериале от Нетфликс мечи Геральта приближены к их книжному размеру. Сериал от Нетфликс в чем-то оказался более каноничным, чем игры. И кстати обратите внимание на меч в этом трейлере первого ведьмака. Посмотрите на его рукоять. Он одноручный. Это не полуторник из Ведьмак 3. Ведьмаки полагались не на грубую силу, не на размер меча, а на выносливость, скорость и точность. Игровые мечи конечно очень красивые, это бесспорно. Но в реальности мечи такого размера ну никак не могут весить около килограмма. А для ведьмаков чем легче меч, тем лучше. Геральт уже кружился. Клинок убийцы, значительно более тяжелый, чем клинок ведьмака, прорезал воздух. Убийце пришлось последовать за мечом. Инерция развернула его. Геральт вывернулся из полу пируэта, совсем рядом с ним, очень близко. Увидел его искаженное лицо, изумленные глаза. Он был зол. Ударил. Коротко, но сильно. И не промахнулся. Прямо в глаза. Кстати, сигиль золота, на который потом оказался у Геральта, был по своим параметрам примерно похож на ведьмачий меч. Он был таким же легким и не таким длинным, как обычный полуторник. Но есть ведь еще одна интересная деталь касательно ведьмачьих мечей. Ведь они магические. Ваши мечи необычные. Что-нибудь скажешь по этому поводу? Геральт придержал кобылу. Застоявшийся в конюшне плотва, хотел оскакать голопом. Разумеется, наши мечи необычные. Говорят, Лютик сделал вид, что не слышит насмешки. Что магическая сила вашего ведьмачьего оружия, убийственного для монстров, с которыми вы боретесь, проистекает от стали, из которой мечи выкованы. От того материала, то есть от руды, добываемой из упавших с неба метеоритов. Как это может быть? Метеориты не магические объекты. В конце концов, они естественны и научно объяснены. Откуда же берется эта магия? Геральт посмотрел на небо, темнеющее на севере. Казалось, что собирается очередная гроза. И что они могут промокнуть? Если я правильно помню, ответил он вопросом, ты изучил все семь свободных искусств. И получил диплом с наивысшим отличием. Слушал лекции профессора Линденброга в рамках входящего в квадриум курса астрономии. Старый Линденброг по прозвищу Агарок? Лютик рассмеялся. Еще бы! У меня до сих пор перед глазами то, как он чешет задницу и стучит указкой в карты и глобусы. Монотонна Бубня. Сфера Минди. Э. Подразделяется на четыре элементарных плана. План Земли. План воды. План воздуха. И план огня. Земля вместе с водой образует земной шар. Э. Его окружает воздух, то есть аэр. Над воздухом. Э. Простирается эфир. Воздух огненный или огонь. Над огнем же тонкие сидеральные небеса. Небесная твердь сферической формы. Над оной располагается эратика Судера. Блуждающие звезды. Эфикса Судера. Неподвижные звезды. Не знаю. Фыркнул Геральт. Чем больше восхищаться? Твоим талантом обезьяничать или памятью? Возвращаясь к интересующему нас вопросу, метеоритам, которые наш почтенный Агарок описывал как падающие звезды. Они отрываются от небосвода и летят вниз, чтобы зарыться на нашей старой доброй земле. По пути они проникают сквозь все эти планы, то есть в плоскости элементов, а также и пара элементов, потому как вроде они тоже существуют. Элементы и пара элементы насыщены, как известно, мощной энергией, магией и сверхъестественных сил. И проникая сквозь них, метеорит эту энергию поглощает и сохраняет в себе. Сталь, которую выплавляют из метеорита, а также клинок, выкованный из такой стали, содержит силу элементов. Они магические. И меч магический. Куотерат демонстрандум. Усвоил? Конечно. А теперь забудь. Потому что это ерунда. Что? Чушь. Вымысел. Метеорит не найдешь под каждым кустом. Больше половины мечей, используемых ведьмаками, сделаны из стали, выплавлены из магнетитовых руд. Сам таким пользовался. Они так же хороши, как и те, что упали с неба и насытились сидоритовыми элементами. Не существует абсолютно никакой разницы. Но держи это при себе, Лютик. Очень тебя прошу. Никому не говори об этом. Как? Я должен молчать? Ты не можешь этого требовать? Какой смысл знать что-то, если ты не можешь этим похвастаться? Пожалуйста. Я предпочитаю, чтобы меня считали сверхъестественным существом, вооруженным сверхъестественным оружием. Таким меня нанимают и такому платят. Обыденность есть посредственность. А посредственность – это дешевизна. Так что, пожалуйста, рот на замке. Обещаешь? Ладно, обещаю. Таким образом, ведьмачьи мечи нихрена не волшебные. Есть еще один прикольный момент, связанный с мечами Геральта. «Хотел бы заранее предостеречь», сказал Геральт. «Что на мои мечи наложены сильные чары. Только ведьмаки могут к ним прикасаться. У других они отбирают жизненные силы. Проявляется это главным образом в потере мужских сил. То есть в половом бессилии. Полном и постоянном». «Будем иметь это в виду», – кивнул головой инстигатор. «Однако я попросил бы вас пока что не покидать города». «Как ты говорил, зачарованные, вызывающие магическую импотенцию? Проклятие, Геральт! И ты только теперь мне это говоришь? Я ведь часто пребывал в твоей компании. Эти мечи были от меня на вытянутую руку, а порой и ближе. Теперь все ясно. Теперь я понимаю. Я в последнее время имел, мать их, некоторые трудности. Успокойся. Это ерунда про импотенцию. И я выдумал это только что, в надежде, что сплетня разойдется и вор испугается. «Так испугается, что утопит твои мечи в навозной куче», – трезво констатировал Барт, слегка побледнив. «И никогда ты их не вернешь». И таким образом мы с вами узнали, что ведьмачьи мечи по книжному канону были не совсем такими, как в играх. У меня в планах сделать еще несколько интересных видео на тему мечей и фехтования в мире Ведьмака. Если вы очень сильно меня попросите, если вы будете очень активны под этим роликом, то в будущем я сниму большой и очень интересный подробный разбор фехтования в мире Ведьмака со специальным гостем, который в этой теме очень хорошо разбирается. Это будут реальные съемки с пояснениями, с наглядными примерами. Да, человек будет махать мечом и показывать, как можно фехтовать, как нельзя фехтовать и так далее. Но это видео будет очень сложным, затратным и мне нужна ваша активность, чтобы понять, что мне вообще стоит за это браться. Также я хочу сделать еще очень интересное видео на тему того, можно ли вообще носить такие мечи за спиной и насколько реально их вытащить оттуда. Если вам будет интересно это посмотреть, то обязательно напишите об этом в комментариях. Не забудьте накидать лайков, подписаться на канал, нажать колокольчик. А если вы хотите материально поддержать выпуск новых видео, то подписывайтесь на меня на мои странички на сайте Бусти. Там есть несколько вариантов подписки и подписчики уровня спонсор и спонсор плюс будут упоминаться в конце каждого моего видео. Ну а с вами был Найтмер, увидимся в следующих видео.